Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер, Петр Николаевич, я вот смотрю ваши эфиры, и в прямом, и в записи, и вы вот там неоднократно повторяете и говорите, что когда нужно вот обращаться к ясновидящим, например, электрологам, нужно спрашивать свое прошлое, вот, и поэтому я тоже хочу вот вам такой вопрос задать, начать со своего прошлого. Меня зовут Татьяна, вот, и хотелось вы по имени, как говорите, что вы по имени можете рассказать мое прошлое по ясновидению или по картам, ну вот, как там вы смотрите, прошлое хотелось бы мне сначала узнать. Все правильно, все правильно, прежде чем, давайте я камеру-то включил, я расскажу тоже им, и вы послушайте. Прежде чем обращаться к людям, которые имеют определенный дар, ваша задача, для того, чтобы самим же не обмануться, задать вопрос. Один, вот, как вы сейчас позвонили, еще раз ваше имя назовите? Татьяна. Татьяна, вот как Татьяна. Она попросила, назовите, расскажите мне о моем прошлом. Почему? Потому что именно сейчас она в прямом эфире поверит в то, что я буду говорить про будущее. Если она услышит, узнает из моих уст, не от кого-то там, не буду ее пытать, выпытывать, а буду рассказывать про ее прошлое, и тогда она поверит в будущее. Вот вам маленький такой совет. Но, конечно же, на этот совет мало кто пойдет, потому что все очарованы, зачарованы, быстренько психология работает. Вот знаете, как цыганки на рынке, да, они быстро очаровывают. И там вот этот вопрос, расскажи мне о прошлом, даже в голову почему-то не приходит. Хотя это вот, согласитесь, да, вы сейчас слушаете, это же элементарно, правильно? Ну да. Элементарно. Да. Почему я должна платить кому-то деньги, если он мне не может даже мое прошлое рассказать? Откуда он может знать мое настоящее, да, или тем более будущее? Будущее, да. Вот расскажите мне про, вот расскажите мне все, что связано с спортзалом, седьмой, восьмой, седьмой, шестой класс и локти. Локти. Что было у вас там с локтями? Ну вот, отжиматься нас заставляли тоже, и девочек, и мальчиков. И вот так как бы на руки становились, и на локти. И еще, знаете, такие брусья, на брусьях вот мы как бы подтягивались и делали стойку. Это всех и девочек, и мальчиков заставляли. Вот может это с этим связано. Понимаете, у вас оттуда, вот, ну, я один момент из вашей жизни взял, чтобы вы уже начинали доверять, что это не шутки. Вот оттуда у вас есть одна психологическая момент, связанная с мужчинами. То есть, у вас кто был в физкультуре? Преподаватель, учитель кто? У нас женщина была, она любила мальчиков, а девочек ненавидела. Вот, в этом и проблема. Все правильно. Вот оттуда у вас идет такой вот негатив уже идет. Но он у вас развился вообще неправильно, но в то время вы считали, что это правильно. То есть, у вас перекрыта энергия, что мужчины теперь к вам перестали тоже в том числе идти. А вы до них бежите как на локтях. Вот, знаете, на локте. У вас, кстати, могут сейчас на сегодняшний день, либо чуть дальше с локтями быть проблемы. Это с кожей, это с суставами, с суставами, ну, с кожей сто процентов. Ну, уже с суставами есть проблемы, правильно говорите? С суставами, вот. И на локтях на коже, да. И на локтях на коже тоже есть уже такие, как бы, проблемы. Так, ну, этот момент, вы уже согласились. Давайте я еще сейчас посмотрю, что у вас, наверное, ну, я, как правило, начинаю с детства. То, что про детство, в принципе, знаете только вы, больше никто не может знать. Угу. Так. Смотрю у вас. А вы когда там, с какого класса это, ну, тоже, получается, где-то с 7-8 сбегали? Ну, да. А почему? А почему? Ну, и уроки срывали. Ну, обычно с английского, и с физкультуры тоже. А почему вы убегали? Ну, потому что такой характер был, шкодили. Не одна, несколько человек нас срывали уроки, потом родителей вызывали. Ну, такое неприятное, да. Вот, так, и еще кое-что сейчас скажу про вас, еще дайте информацию. А почему вы свою бабушку не любили, не ухаживали за ней? Ну, почему так агрессивно, я вижу, вы относитесь к ней, к бабушке? Ну, потому что бабушка, она меня не любила, а любила только сестру старшую. А меня не любила вообще. Вы на своем маленьком детском уровне это все чувствуете, чувствовали, да? Да, она меня вообще ненавидела, можно сказать. Ну-ка, давайте через карты, я сейчас беру в руки карту, посмотрим, что там мне могут сказать. Тут одна вышла. Ну, они деньги просят, сейчас тогда я положу денежку. Деньги просят карты. Сейчас мы положим денежки. Деньги, гадания не может быть без денег. Это вы все знаете, да, знали же про это? Да. Сейчас мы спросим, что там бабушка, почему так бабушка относилась к вам, интересно. Ну, вот она, карта жадности, карта экономии, карта скупости, вот даже на лице. То есть максимально не давала, вот почему она так делала, не давала вам той любви, вот забор еще вышел. То есть максимально закрывалась, не давала, ужимала. И еще и подарки не только вам вообще не дарила, а кому-то другим дарила. Может, сестре, вот я вижу. Да, сестре. Она меня вообще не любила. А вы понимаете, вот дальше я не буду, потому что камера работает, говорит ничего. Но вы уже поняли, что я так вас могу просканировать. А теперь понимаете, что все эти проблемы, которые были в детстве, а у нас проблемы как раз с детства начинаются, и потом еще отголоски в возрасте. Ну да. Вот, они сейчас начинают плясать. То есть это физическое состояние, это про локти, мы уже говорили, кожа, да. Вот, то есть это как минимум нужно ухаживать за здоровьем теперь и за кожей. Потому что, а еще с мужчиной, да, вот эта физкуль, как женщина физкультуру вела, которая привила в вас ненависть, ненависть к женщинам, ненависть к мужчинам, потому что мальчики на вас в тот момент, а у вас был как раз переходный возраст, не смотрели, а вы видели, как они смотрели на нее. И у вас вот в голове, вот, и надо работать сейчас с вами, в голове вот это вытаскивать из вас. Это через обряды, через определенные, так сказать, разговоры и работать в общем с вами. Вот работать с вами именно вот на этом уровне. Вот так это все делается, сейчас посмотрю. Да, вот иерафант, высшие силы говорят, что ей нужно переписывать, особенно с детства, определенные моменты жизни. Ну что, тогда будем это делать, правильно, Татьяна? Да, будем, будем, да. Я смотрю, много, как бы, все правда, все, что сказали, правда, вот, и про бабушку, и про физкультуру, откуда вы могли это знать. Ну, и вы задали вопрос, я вот ответила, все конкретно, то, что было, да. Потому что у человека, который, когда есть дар, ему не стыдно, без всяких свечей, без всяких, я не знаю, обрядов, бубнов, вот это бум, вот эти свечки жить, у кого есть дар, он легко ответит про ваше прошлое, вот даже не сомневайтесь в этом. Но ни в коем случае заговаривать зубки не будет, уходить от ответа не будет, он четко спросили, ну, если вы оплатили, а тут карты сама видели, кстати, оплатили, а вы оплатили, вам будут все рассказывать. Тогда мы, я отключаю уже камеру, этого достаточно для тех, мы такое видео записали для тех, кто еще, не то что сомневается, а такое предупреждение, что люди, если вы хотите действительно что-то знать, обращайтесь к профессионалам. Хватит уже верить тем, кто лохотроном, мошенничеством занимается. На этом все, я камеру глушу.